Приветствую на канале правильный выбор, в этом видео я расскажу о семи лучших телевизорах со Smart TV. На первое место я поставил, конечно же, лучший телевизор по соотношению цены и качества в моем рейтинге, модель от Philips с диагональю 50 дюймов. Он может похвастаться действительно классной фирменной подсветкой Ambilight, которая умеет менять цвет и яркость в зависимости от изображения на экране или звучащей музыки. Многие пользователи в своих отзывах в первую очередь хвалят именно подсветку, называя ее по-настоящему волшебной. Экран получил VA-матрицу, ее основные плюсы заключаются в высоком уровне контрастности, за счет чего отображается более глубокий черный цвет и четкие детали в темных сценах, а также в низком энергопотреблении и долговечности. Дисплей имеет разрешение 4К и частоту обновления 60 Гц. На мой взгляд, картинка действительно качественная и с хорошей цветопередачей. Работает телевизор на операционке Android TV 11 R, интерфейс не тупит, есть поддержка кучи приложений и разнообразного функционала по типу Google Ассистента. По звуку тоже полный порядок, так как динамики громкие и звучат достойно. Про какие-то заметные недостатки ничего сказать не могу, Philips определенно один из лучших телеков за свои деньги. Его стоимость начинается от 55 тысяч рублей. Обязательно загляни в описание к видео, где я оставил ссылки на все телевизоры из моего топа, а еще тебя там ждет приятный бонус в виде промокода. На втором месте разместился самый дорогой телек в моем топе с ценником в районе 98 тысяч рублей. Яндекс.ТВ станция Pro с диагональю 65 дюймов. Эта модель заметно крупнее Philips, но ее экран тоже получил матрицу VA и разрешение 4К. К качеству изображения у меня нет никаких вопросов, картинка действительно четкая, насыщенная и с классной цветопередачей. Одной из главных фишек станции является поддержка голосового помощника Алиса и полная совместимость с системой умного дома Яндекс. Что же касается операционки, то здесь конечно же фирменная Яндекс.ТВ. Система функциональная, работает хорошо и нравится мне ничуть не меньше андроида. Что по звуку? Производитель поставил сюда аж 6 динамиков, в отличие от двух у Philips, а потому звучание гораздо более мощное и объемное, что не может не радовать. Как это ни странно, но у телевизора за такие немаленькие деньги тоже есть минусы. Несмотря на то, что функционал тут приличный, он все же уступает по возможностям той же колонки от Яндекса, о чем пользователи не устают писать в своих отзывах. Тем не менее, это пожалуй единственный ощутимый недостаток данной модели. Не забудь подписаться на канал Правильный Выбор, свежие подборки самых интересных товаров выходят здесь регулярно, поддержи меня лайком и душевным комментарием. На третье место взобрался телевизор от Samsung, который от двух предыдущих моделей отличается в том числе более высокой частотой обновления 100 Гц. Это обеспечивает более плавную картинку по сравнению с 60 Гц. Дисплей обзавелся матрицей VA и разрешением 4К. Как по мне, то качество изображения находится на очень высоком уровне. Каких-то явных косяков во время просмотра фильмов, ютуба и игры на пятой соньке я не заметил. Мне зашла как передача цветов, так и четкость. Но от телевизора Samsung стоимостью около 90 тысяч рублей я меньшего и не ожидал. По звуку тоже полный порядок, 6 мощных динамиков делают свое дело. К тому же здесь поддерживается функция Q-Symphony, предназначенная для владельцев саундбаров. Эта функция позволяет динамикам и саундбару работать вместе, что создает более глубокое и объемное звучание. Работает телевизор на фирменной операционке Tizen. Она удобная и функциональная, как и остальные популярные оболочки, но иногда может подтормаживать, пусть и не критично. По минусам ничего конкретного не скажу, отзывы в подавляющем большинстве положительные, а мой опыт взаимодействия с данной моделью исключительно позитивный. Почему же тогда третье место? Этот телевизор гораздо менее популярный, чем станция от Яндекса и значительно более дорогой, чем Philips, который практически не уступает по качеству картинки и функционалу. При этом Samsung явно лучше всех вариантов, идущих далее в моем рейтинге. На четвертом месте очутился 43-дюймовый LG Nano 77 с VA-матрицей и разрешением 4K. Эта модель поддерживает такие технологии, как HDR10 Pro, HLG и Active HDR, которые положительно влияют на качество изображения. Мне, как и многим другим пользователям, картинка показалась более чем достойной. Каких-то явных косяков лично я не заметил. Ни гигантских засветов, ни битых пикселей, что не может не радовать. Звук, конечно, не такой мощный, как у станции Samsung, потому как всего два динамика. Но качество и объем в полном порядке, так что не слишком требовательным людям нет нужды докупать саундбар и прочую акустическую аппаратуру. Операционка тут стоит фирменная, а именно WebOS. Функционал у нее достаточный, все популярные приложения она поддерживает, работает без раздражающих тормозов, хотя и не так быстро, как хотелось бы. В общем, телевизор однозначно стоит своих денег, его ценник находится в районе 44 тысяч рублей. На пятое место я поставил еще один телевизор Samsung в моем рейтинге. На сей раз это более скромная модель, но она имеет такую же матрицу, как и все предыдущие, а также разрешение. На качество изображения позитивно влияют технологии HDR10 Plus и HLG. По своему опыту я могу сказать, что это, пожалуй, лучший телевизор в пределах 36 тысяч рублей именно по качеству картинки. Если знаете варианты покруче, обязательно пишите в комментариях. По моим ощущениям, звук тут примерно такой же, как у LG, он объемный и четкий. В качестве операционки выступает, разумеется, Tizen, но работает она здесь действительно медленно и нередко тормозит, а это вызывает только негативные эмоции, хотя со временем можно привыкнуть, особенно если ты не запускаешь разные приложения. В общем, как для бюджетного телевизора, этот Samsung выглядит достаточно привлекательно. Если бы производитель поставил сюда более шустрый процессор или же получше оптимизировал оболочку, тогда вообще бы не было никаких вопросов. Предпоследнее место в моей подборке занял 65-дюймовый TCL C647 с поддержкой технологии HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision и HLG. Этот телевизор получил матрицу VA и разрешение 4К. Дисплей действительно огромный, при этом качество картинки для ценника в районе 49 тысяч рублей отличное. Радует глубина черного цвета, детализация и цветопередача. Честно скажу, что изначально многого не ждал от C647, но он меня приятно удивил в этом плане. Но есть здесь и такие моменты, которые меня несколько расстроили, например звук. Он тихий, несмотря на наличие двух динамиков общей мощностью 20 ватт. Еще мне не очень понравилась скорость работы операционки Google TV. Да, система удобная и функциональная, но в этом телевизоре она работает достаточно медленно и иногда конкретно подвисает. Я не могу сказать, что это для меня критичные минусы, но общую картинку они все-таки портят. Тем не менее, за 49 тысяч трудно найти действительно хороший телевизор с такой большой диагональю, поэтому я добавил TCL в свой топ, причем он сюда попал совершенно заслуженно. А завершает мой топ 32-дюймовая модель Smart TV S1 от Haier. Это самый компактный и самый дешевый телевизор в моей подборке, его стоимость начинается от 17 тысяч рублей. Если быть объективным, то за такие деньги чрезвычайно сложно найти действительно толковый вариант с поддержкой Smart TV, чтобы и картинка была в порядке, и звук неплохой, и операционка работала. Я такой вариант нашел и спешу с тобой поделиться. Что здесь по изображению? Производитель поставил сюда VA-матрицу, которая, как ты уже понял, у всех телевизоров в моем рейтинге. Также тут разрешение Full HD, а потому изображение не такое четкое, как хотелось бы. Тем не менее, для диагонали 32 дюйма такое разрешение подходит хорошо, и это при учете столь низкой стоимости телевизора. Качество изображения лично меня устраивает, как и передача цветов. Звук тоже неплохой, но по качеству уступает остальным моделям. Данная модель работает на операционной системе Android TV 11. Это одна из моих любимейших систем для телевизоров, так как она поддерживает кучу функций и приложений, и работает относительно стабильно на любом телеке. Короче говоря, если ищешь классный бюджетный вариант с поддержкой Smart TV, настоятельно рекомендую присмотреться к Smart TV S1 от Haier. На этом все, не забудь подписаться на канал Правильный Выбор, поддержи меня лайком и комментарием. Загляни в описание, чтобы найти ссылки на все модели из ролика, там же ты найдешь приятный бонус в виде промокода. А сейчас я с тобой прощаюсь, встретимся в следующем видео.